Сотрудники госантехнадзора и МЧС сегодня идут на запах. Пахнет жареным мясом, а значит жители Павшинской поймы снова балуют себя шашлыками. Все хорошо в этой картине семейного отдыха, кроме одного нюанса. Разводить огонь здесь нельзя. Запрещено, запрещено разведение. Сейчас мы потушим, да? Конечно. Вода у нас есть? Огнетушащие вещества есть просто. Мангал, кстати, не наш. Наш мангал еще запечатанный. Здесь стоял мангал. Набережная Москвы-реки со стороны Павшинской поймы – популярное место отдыха. Найти тут можно не только мангал, но и угли. О том, что жарят шашлыки в этой зоне часто, говорят и следы кострич, которые тянутся по всему берегу. В мангале или без поджигать что-либо здесь запрещено, говорят сотрудники пошнадзора. Чтобы выйти на шашлыки и не нарушить закон, знать его нужно досконально. Должен выполняться целый ряд требований. Помимо огнетушителей и воды, там еще правилами прописано много мер предосторожности. Нужно, чтобы расстояние было от лесного массива, от сухостоя, от сухой травы очищено все. Расстояние от зданий и сооружений более 50 метров. От лесного массива более 200 метров должно быть. Для этой семьи, которая ненароком нарушила КОАП, как для физических лиц, законодатель предусматривает наказание от предупреждения до полутора тысяч рублей. Сегодня они пополнили статистику по Красногорскому району и стали 16-ми, кто с начала пожароопасного сезона, с конца апреля, разводил огонь в неположенном месте. Положенные места, уточняет в МЧС, есть. Например, в Красногорске под требования подходят мангальные домики в городском парке или на старой плотине. Это специально отведенные места, оборудованные на территории Московской области в парковых зонах. Это определенные беседки, которые специально сделаны для отдыха, чтобы люди в пожароопасный период разводили и были меры предосторожности. Понятно, что строгость в отношении пожарной безопасности направлена не на лишение такого удовольствия, как шашлыки, но одной борьбы с огнем мало. Инспекторы Госаднотехнадзора, в свою очередь, следят за чистотой зон отдыха. Сама территория тоже в таком плачевном состоянии. Будет проведена также мера по уборке данной территории. Будем устанавливать право обладателя, чтобы привели данную территорию в порядок и, соответственно, принимать меры по данному факту. За оставленный после отдыха мусор штраф, кстати, много больший – от 3000 рублей для граждан.